Замок спилили, дверь сломали, квартиру разнесли. Такую картину горожанин обнаружил, переехав из отпуска. Грешил на воров, но оказалось зря. В его квартире хозяйничали коммунальщики. Пострадавший теперь подсчитывает убытки и пишет жалобы. Хотя соседью уверенный мужчина сам виноват. Можно ли заходить в дом без спроса, выяснял Роман Сумин. Входная дверь была срезана с петель и отставлена в сторону. И они тут два дня ходили. Почему дверь в его квартиру не на замке, а на честном слове держится, Александр сперва не понял. Вернувшись домой после четырехмесячного отсутствия, он обнаружил, что здесь кто-то похозяйничал. Сперва думал грабители, но оказалось коммунальщики. Они без спроса взломали дверь, заменили стояки и ушли, даже не прибравшись. Отключил свет, прошел дальше и видел, что в туалете разрушены короба, отбита вся плитка. Разрушены конструкции, которые держали эти короба. И все разбросано, раскидано. Кругом старительный мусор, пыль. Мне стало ясно, что здесь велись работы по замене коммуникации. С коммунальщиками мужчина разминулся на месяц. В подъезде он нашел уведомление от 2 сентября, в котором всех жильцов просят обеспечить доступ к стоякам. Мужчина прилетел 28-го. Теперь он наводит порядок в квартире и справки о действиях управдома. Александр собирается судиться с управляющей компанией за самовольничество. Мы подали заявление вчера к просьбе привлечь виновных к угловной ответственности по двум статьям. Это статья 139-я, нарушение неприкосновенности жилища. И статья 330-я, самоправство. Которая предусматривает по части 3-й, 139-й, вплоть до 3-х лет лишения свободы. Если раз это простить управляющей компании, все начнут так действовать. Выяснилось, что квартиру вскрывали без решения суда. На такие меры пришлось пойти после того, как жилконтору завалили жалобами соседи Александра. Они устали сидеть без воды. У нас плана была замена труб во всем подъезде. Заранее были жильцы предупреждены. И почему не было жильцов на пятом этаже, никому неизвестно. Из-за них стояк наш менялся позже. И холодной воды не было у нас больше месяца. Как оказалось, Александру, который был в отъезде, все равно пришлось бы выбирать между двух зол. Разрухой или наводнением. Которое случилось бы, если бы воду в подъезде включили без замены трубы в квартире. Управляющие компании за хозяина выбрали меньшее. И теперь не понимают судей претензий. Связи с собственником у нас никакой не было. Никаких телефонов, реквизитов он не оставил ни в управляющей компании, ни соседям. Соответственно, поиски наши были довольно-таки сложными и успехом не увенчались. 16 сентября у нас были проведены работы по вскрытию квартиры в присутствии участкового полномоченного. Заявление в полицию Александр уже отнес. Описал весь ущерб и объяснил, что при желании с ним можно было связаться. Кто в доме хозяин, теперь, похоже, будет выяснять суд. Роман Сумин, Леонид Маслов. Главные новости Екатеринбурга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!